привет друзья добро пожаловать на канал хочу в америку сегодня у нас видео представить длинная дорога как длинная относительно сегодня я еду вашингтон это в пути у меня займет примерно где-то около четырех часов 450 там как-то так преодолеть предстоит несколько штатов из нью-йорка мы выезжаем в ниджерси далее будет делавэр далее мэриленд и чуть-чуть вирджинии захватим то не надеюсь что это дорога будет не сильно утомительно и подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии пишите о чем вы хотите узнать о каком городе у меня есть возможность пока практически беспрепятственно восточное на побережье выкрыть вот поэтому пишите чтобы вы хотели узнать про какой город про какое местечко сейчас мы с вами сейчас мы с вами немножко поподробнее разберем вашингтон и соответственно в общем пишите как вам понравилось не понравилось с трепетом буду ждать ваши комментарии друзья вот такие дела скучаю по вам и давайте начнем уже этот выпуск вашингтон и этот город с мировым именем с известным именем это место с сосредоточенности власти опять же город сам создавался для того чтобы показать всему миру и американцы в том числе что это сильная нация здесь все пропитано на каждом шагу духом патриотизма и второе такое место пожалуй это наверно только гора рашмар в штайсе южная дакота в которой на которой я тоже не побывала посмотрел и могу сказать непередаваемое ощущение чувствуется величие нации и чувствуется сила духа скажем так но при этом вашингтон это все-таки такая деревенька в которой очень много парков тихо спокойно и в которой хочется приезжать только в том случае если вы любите историю если вы понимаете что патриотизм это ваше все американский патриотизм если вы планируете остаться в америке жить и получать паспорт то конечно же вам сюда прямой дорогой город не самый дешевый откровенно говоря например проживание в отеле в центре города если брать отель 34 звезды стоимость номера в сутки будет где-то от 150 долларов есть конечно прайсы и выше этой стоимости но мы не будем уже говорить об этих лакшери виповских условиях можно снять допустим подешевле вариант проживания вашингтоне но это будет уже не сам вашингтон это будет арлингтон или александрия города которые находятся уже в другом штате еще прелесть даже не прелесть а отличие вашингтона в том что городом правит мэр есть мэр города вашингтон но он подчиняется конгрессу это все равно что если бы москву москву и правил мэр но государственная дума была оглавенствующим органом который принимал решение в отношении жили жизни города и вашингтон это он находится в федеральном округе колумбия диски колумбия и это отдельный штат это отдельная единица административная что еще рассказать про вашингтон вашингтон находится посередине зажатый между штатом вирджиния и штатом мэрилен и соответственно не в вашингтоне работают очень много людей из этих штатов то есть не вирджиния вообще находится даже через речку вот буквально если мы с вами на повернем голову и буквально вот в той стороне будет находиться мост через который перейдя вы оказываетесь уже в штате вирджиния город называется арлингтон является таким сотрудником вашингтона в арлингтоне находится знаменитый арлингтонское кладбище и пентагон тоже такое интересное заведение построена в виде пентаграммы такой пятиугольный на пятиугольный дом и мне говорят самый защищенный дом вообще во всем во всей америке во всем мире в вашингтоне находится также администрация президента управляет страной и как внутренней так и внешней политикой здесь находится капитолий то есть это анал это парламент есть нижняя палата верхняя палата палата представителей также в вашингтоне находится федеральный суд верховный федеральный суд и мне соответственно штаб-квартиры знаменит банков это и и международные банки какие-то в принципе американских банков здесь находятся практически все представительства и еще что здесь есть здесь есть еще очень много университетов смитонский университет допустим значит а и самое основное что в вашингтоне это конечно же посольством всех стран 174 страны представлены в вашингтоне есть отдельный посольский райончик по которому едешь и каждый домик каждый особняк это представительство определенной страны очень красивые здания очень дорого оформлены скажем так но в принципе не как сказать не жалеть же денег на своих представительств моя рекомендация по поводу вашингтона если вам не интересна история если вы не пропитаны под ну патриотизмом и не хотите почувствовать на себе что такое американский патриотизм сюда стоит лучше не стоит ехать а вот если вам это все интересно и вы хотите почувствовать все это на своей собственной шкурке но не особо задерживаться в принципе осмотреть все достопримечательности обыкну большинство достопримечательностей вам достаточно будет одного светового дня и даже может быть полдня потому что все основные места которые стоит увидеть и центровые вашингтоне находится на одном участке называется это национальная национальная аллея папа который пройдясь и вы увидите и 1 мемориалы 2 и 3 сегодня мы с вами пройдемся и посмотрим на основные достопримечательности вашингтона плюс мы с вами выйдем за город и посмотрим родовое поместье где родился где я был захоронен первым средством соединенных штатов америки джордж вашингтон кстати изображен на однодолларовой купюре что в принципе не отменяет его заслуг вот в общем как бы ребят готовьтесь поехали мемориал линкольн расположен в пределах национальной аллеи то есть с него начинается и заканчивается на капитоле национальная аллея это место вашингтоне на котором сосредоточены основные мемориалы связанные с гражданской позиции таким патриотизмом здесь мы можем найти монумент вашингтона и по и мемориал джеферсона и памятник мартин литру кингу и мемориал кану корейской войны то есть а если вам хочется прочувствовать патриотизм полностью американский то вам нужно непременно сюда приехать и начать осмотр самое удобное это конечно мемориал линкольна и далее идти идти по пешеходной зоне по оборудованной на пешеходной зоне поэтому но пожалуй начнем наше путешествие мемориал линкольну как вы догадались посвящен конечно же самому линкольну идея возникновения памятника появилась сразу после смерти линкольна чтобы увековечить его память поскольку это действительно была выдающаяся личность а президентом авраам линкольн был с 1861 по 1865 год и он верил в свободу и в демократию и все и всеми силами продвигал равенство среди населения америки комплекс памяти находится в самом начале национальной аллеи столицы одно из десяти наиболее посещаемых мест в стране его посещать более 6 миллионов человек в год кстати этот вот этот комплекс изображен на пятидолларовой банкноте на которой в принципе расположен сам авраам линкольн одна из самых ходовых бумажек на территории америки но в принципе я думаю что и на территории всего мира комплекс выстроен в виде афинского парфенона и ну похож на древнегреческий храм если вы обратили внимание значит и здесь нет выставочных каких-то событий то есть ничего не выставляется просто в центре всего всего этого здания находится памятник самому линкольну он сидит в троне высечены его изречения его слова по стенам этого этого парфенона габариты пантеона весьма внушительные 56 метров в ширину 57 высоту по периметру он обнесен белой мраморной колоннадой из 36 колонн что означает именно такое количество штатов было в то время когда линкольн правил страну в центре зала с открытыми стенами вот это вот часть на передняя она не закрывается дверей нет абсолютно никаких находится 6 метровый памятник самому линкольну который сидит в троне как я на троне про который я уже говорил что касается выбитых речей на стенах этого комплекса то значит первое это его речи сказанная в 1865 году во время инаугурации на его новый срок и и значит старая речь это речь сказано в 1863 году на открытии кладбища в геттесбурге именно при этом городе при этом городке северяне получили победу которая стала решающей друзья на самом деле нам очень потому что в обычные дни в когда не было пандемии здесь не протолкнуться очень много людей я нахожусь в муреале линкольна это основную основная достопримечательность вашингтона и могу вам сказать что действительно впечатляет потому что сидящий на троне господин президент достаточно большой и внушительный внушительная также его роль в истории гранитный обелиск из белого мрамора высотой 169 метров именно это за моей спиной вы можете как раз его и и наблюдать оптимально оптимальное расстояние на котором его прекрасно видно и можно понять что это такое это монумент вашингтона построенный в честь первого президента соединенных штатов америки на самом деле вашингтоне очень много мест связанных с первым президентом и вот одно из них момент был построен в середине 19 века на средства собранные с частным гражданом и организации то есть это полностью сооружение построены на пожертвования стеллу окружают пятьдесят два шпиля с флагами штатов входящих состав соединенных штатов америки на вершину ведут несколько сот ступеней то есть туда можно подняться но связи с карантином к сожалению это сделать мы с вами не сможем также для удобства есть оборудованный лифт в вашингтоне много всяких монументов и памятников кто-то даже придумал эпитет вашингтону город монументов это отчасти правда все гости города обычно будет на экскурсию по мемориалам разных войн в которых участвовал америка так вот один из них это мемориал корейской войны впечатление он произвел довольно сильное даже я бы сказал что в отличие от многих глубокая и в общем предыстория в сорок пятом году после капитуляции японии сша и советский союз договорились разделить корею или условно полуостров был разделен на северную советскую часть и южноамериканскую часть в обоих частях были сформированы свои правительства и в будущем вообще предполагалось объединить эти две части но каждая из сторон приняла свою конституцию в которой говорилось о том что именно их конституция именно их части является истинной кран корейской ким мэр сэн глава к ндр этой северной на корее убедила сталина оказать поддержку начать войну против южной части в ответ президент руман соединенных штатов а принял курс на на наступательную военную конфронтацию и ситуация грозила в принципе мировой войной в этом конфликте участвовало более 20 стран и и впоследствии самые печальные конечно для них оказались для кореи то есть это это 80 процентов экономической инфраструктуры были разрушены плюс погибло 9 миллионов гражданского населения потери для америки за три года во войны в корее и за 8 лет войны во вьетнаме американцев погибло чуть более 50 54 человек была даже выпущена специальная медаль за оборону кореи а после кстати корейской компании бюджет был увеличен до 50 миллиардов я имею ввиду военный бюджет америки в общем и чуть-чуть о самом непосредственно мемориале который в 1995 году президентом америки и президентом южной кореи со стороны америки был билл клинтон на монумент потратили 16 половиной миллионов долларов скульптор фрэнк гейлард создал 19 статуи из нержавеющей стали высотой около двух с половиной метров вся вся композиция состоит из мемориальной стены а также из 14 скульптур солдат разных национальностей среди них кстати есть один индейец вечером все скульптуры подсвечиваться таким образом что кажется как будто это действительно живые люди и и даже иногда кажется что они оживают на одном из сайтов посвящен этой войне я прочитал также наши слова обращенные к американцам наша нация гордиться и скорбит по ее сыновьям и дочерям кто ответили на призыв защитить страну которую они даже ничего не знали это говорит о многом очень извиняюсь что не на фоне белого дома конечно вам пишу это этот кусок обращения но там немножко проблема во-первых к нему не подойти он огорожен достаточно на такое хорошее расстояние во вторых там периодически какие-то идут митинги какие-то демонстрации много людей и в принципе достаточно шумно поэтому пожалуй вот здесь среди оры детей и на фоне по моему это архив в общем проще будет а 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 белый дом резиденция президента действующего президента америки достаточно скромное здание с виду а а а а а и а занимает 6 этажей несмотря на то что мы видим только четыре два этажа идут под землей а значит два этажа занимает семья президента действующего а значит нас то остальное помещение делится на административные обеденные всякие музейные дела в любом случае вы можете попробовать заказать экскурсию но а это достаточно проблематично вот период сейчас вот такого карантина во первых очень много ограничений во вторых насколько мне известно я не пытался туда попасть для того чтобы сделать себе опоятную посещение белого дома нужно обязательно иметь social security number то есть это такой и н н н американский и если у тебя его нет то достаточно проблематично туда будут попасть насколько я знаю хотя а я могу ошибаться во время экскурсии в белый дом можно совершенно спокойно увидеть знаменитые белые голубые и красные комнаты но попасть в овальный кабинет навряд ли у вас получится поскольку это рабочая зона президента где он может работать и соответственно туда доступ в принципе закрыт хотя иногда как мне говорили можно через приоткрытую дверь увидеть как это все выглядит в том случае если президента в данный момент нет на месте что еще такого интересного рассказать про белый дом например он изображен на 20 долларовый банкноте вот он он пожалуйста а значит она лицевой стороне адекса двадцатка самая популярная банкнота в америке потому что практически все банкоматы оснащены именно этими деньгами белый дом занимает второе по популярности место среди туристических центров среди туристических объектов Америки на первого как вы думаете на первом месте какой объект не угадали импайл стиль билдинг в нью-йорке первый камень официальной резиденции американских президентов был заложен 13 октября 1792 года при личном участии президента Вашингтона место также было лично им выбрано место строительства этого дома было именно им выбрано и он также выступил в роли соавтором проекта строительства главным архитектором был джеймс хоббин который выиграл конкурс объявлены джорджем Вашингтоном и соответственно получил подряд на строительство этого здания по проекту изначально должен был быть дом в виде все-таки больше преследовался такой стиль древнегреческого храма который которому свойственно было полная симметрия должна быть но в итоге получилось то что получилось на строительство дома было выделено два с половиной миллиона долларов учитывая что по тем деньгам это наверное умножать нужно где-то примерно на 12 чтобы получить современные деньги полностью проект реализовался лишь через несколько лет и был открыт 4 июня 1800 года здание было построено и и полностью реализовались задумки автора в том виде в котором оно было стоит немножко рассказать наверное про то откуда появилось название белый дом ведь изначально его называли и президентской резиденции президентским дворцом некоторые ученые отмечают что название белый дом было употреблено впервые в 1811 году а то есть через одиннадцать лет после открытия этого этого здания при этом историки не называют причину вот но есть некая легенда что это звание это название дом получил после того как его полностью отреставрировали в 1814 году после пожара именно эта реставрация произошла и дом был выкрашен в белый цвет так он и стал называться в народе белым домом но при этом официальное название закрепилась за ним только в 1901 году теодором рузвельтом он в официальном документе указал the white house как я уже говорил что здание имеет 6 этажей 4 сверху два снизу значит два из которых являются именно на резиденция президента его домом где живет он принимает своих гостей в частном порядке разумеется об общая площадь составляет 5000 квадратных метров имеет 132 помещения значит в белом доме есть овальный голубой зал он для торжественных приемов есть зеленый зал для неофициальных встреч красная комната это также имеет название фамильная бедня вернее не обед не обеденная да вот значит есть большой холл есть перекрестный холл есть овальный кабинет это место работы именно президента а также в белом доме 32 ванны и комнаты 28 каминов и 8 лестниц с тремя лифтами а посетить белый дом как я говорил можно по предварительной записи зарегистрироваться и получить опыт на сайте белого дома я вам вот тут вот там адрес белого сайта белого дома чтобы вы попробовали получить если вдруг если вдруг поедете а значит что касается того когда впервые белый дом был всегда закрытым таким местом потому что ну во первых там живет человек во вторых этот человек президент америки кстати для гостей официально дом был открыт лишь 1805 году и это сделал томас джефферсон будучи третьим президентом для сша и принял гостей в голубой гостиной там оказались люди которые приехали на присягу в капитолии и соответственно уже уже потом официально стали осуществляться а приемы в белом доме по случаям нового года и дня независимости который отмечается 4 июля ежегодно белый дом друзья на самом деле пройдет когда вы идете по национальной аллее здесь и справа и слева куча всяких музеев я прошел национальную историю есть музей естествознания есть музей космонавтики аэронавтики куча разных интересных ну вот наконец мы с вами дошли до вот этого здания это здание конгресса это капитолий известный три года назад когда я здесь был в соединенных штатах меня поразило что капитолий во первых вы выглядят как здание сделано без какого-то единого шва со стороны и мое восприятие такое и во вторых мне казалось что такой блестящий купол который вы видите он 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 отливает на солнце у меня было ощущение даже до сих пор она не покидать меня что а этот купол сделан из слоновой кости потому что вот такое ощущение что это вот какой-то очень легкий очень тонкий блестящий материал и но конечно же это не так по моему купол сделан из мрамора там по моему я и я не буду испорить но выглядит это очень легким ажурными таким летящим зданием потрясающий эффект добились архитекторы что находится в капитоле в капитоле находится конгресс и находится он на одноименном холме капитолийский холм вы наверно слышали а это название именно поэтому называется капитолий самое высокое здание вашингтона его высота восемьдесят восемь метров и с верхнего этажа туда можно добраться на видите есть там обзорная площадка панорамная и потрясающе красивый вид на вашингтонскую панораму строительство его началось 1792 году и начал его также джордж вашингтон им смешно сказать строительство было закончено одновременно с белым домом что я могу вам сказать про сам процесс строительства он был достаточно непростой было меня менялись часто архитекторы сначала был один потом второй потом третий выделялись деньги причем кому-то из архитекторов казалось что что это здание должно быть каким-то великолепным а сметы превышались в разы на что а конгресс и президент говорили нет убирали этого архитектора брали второго а значит и не в общем когда уже был открыт как капитолий я там проводились первые заседания то он продолжал строится еще то есть это было не окончательно строительство также капитолий несколько раз горел его его создавали снова из пепла и окончательное строительство капитолий закончилась в 1827 году примерно через семь лет капитолий в капитолий появляется водопровод через 10 лет про появился газ и электричество чуть позже в здании сделали шикарную библиотеку которая сгорела в 1851 году сейчас библиотека конгресса находится через дорогу от капитолий и тоже открыто для посещения ежегодно здание капитолия посещают четыре с половиной миллиона человек что в принципе достаточно много для для туристического объекта а учитывая что там все-таки проводится на заседании конгресса конгресс это все-таки парламент американский а вот но даже есть некоторые места в капитолии где можно даже посмотреть как заседают ну конгрессмены то есть если такие не окошки а балкончики для посетителей до капитолия не составит труда добраться его видно практически как и монумент вашингтона стеллу мраморную видно со всех частей города но при этом при этом все основные дороги города вашингтона они сходятся у капитолия для того чтобы попасть капитолий нужно предъявить билет билет можно получить абсолютно бесплатно их какое-то определенное количество в день выдается в центре визитов в гостевом центре и соответственно по пойти на экскурсию но желательно делать это заранее а вот по моему есть какая-то запись через интернет и предъявив этот appointment вы получаете билет заранее зарегистрированный что я могу вам сказать капитолий достаточно большое здание в нем 540 помещений квадратуру я не могу сказать потому что не помню да в принципе это не особо интересно могу сказать основной мое впечатление во первых здесь делалась история а во вторых это ажурное легкое здание у меня ощущение вот до сих пор она находится видите у меня за спиной но даже сейчас глядя на него мне кажется что вот все таки она сделана слоновой кости а интересно приезжайте посмотрите будет возможность помню Ну вот я на мемориале Мартира Нолитера Кинга. Это общественный деятель, политик, правозащитник, лауреат Нобелевской премии, борец за права чернокожиха, как в Америке, так и во всем мире, пожалуй. Этот монумент был открыт сравнительно недавно, в 2011 году, но тем не менее, в отличие от многих других объектов, где мы сегодня с вами побывали, здесь оптимальное количество людей. А даже на мемориале Линкольна не было столько, сколько здесь, так что... Прямо под Вашингтоном, в 20 минутах езды от Капитолия, находится одно из самых посещаемых исторических мест Америки, бывшее поместье первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона. Ежегодно его посещают более миллиона туристов. Джордж Вашингтон вступил во владение родовым имением в штате Вирджиния более 255 лет назад. Испокон веков земля и строения принадлежали Вашингтонам, еще его прадеду Джону Вашингтону. Далее уже отец Джорджа Вашингтона, его звали Августин, он построил первый домик, он был, правда, всего лишь двухкомнатный. Но Джорджу Вашингтону удалось его расстроить и сделать прям совсем усадьбу, особняк такой большой. В основном на территории поместья выращивали табак и черный перец, поскольку пряности тогда были достаточно дорогие, и в основном их отправляли для продажи в Европу. Но при этом, когда экспорт табака упал и цены снизились, Джордж Вашингтон начал заниматься на винокурне, и до сих пор в сувенирном магазине на территории поместья можно приобрести виски, созданные по рецепту Джорджа Вашингтона. Отсюда же из этого поместья в 1761 году он отправился в Нью-Йорк, где, в принципе, и занял пост президента. Через 8 лет он вернулся, тем самым зародив еще одну традицию, не более двух сроков президентских. И всю остальную жизнь он прожил на этом поместье, при этом он всю жизнь был рабовладельцем. Но, говорят, в конце жизни уже понял свою ошибку, и после его смерти 318 рабов получили вольную по завещанию Джорджа Вашингтона. Умер он тут же в усадьбе, где, в принципе, и был захоронен зимой 1799 года, проработав целый день на плантации под дождем и градом, он заболел и уже на следующий день скончался в возрасте 67 лет. Можно без преувеличения сказать, что Маунт Вернон — это сосредоточие американского патриотизма. Сюда жители Америки приезжают, чтобы проникнуться духом того времени, когда людьми двигали высокие идеалы. Маунт Вернон — это родовое поместье Джорджа Вашингтона, первого президента Соединенных Штатов, основателя и очень-очень важного чувака в Америке. Это потрясающее место, усадьба имеет огромную территорию, и здесь сохранилось все в том виде, в котором было во времена Джорджа Вашингтона. При входе нужно купить билет, билет стоит 20 долларов на взрослого человека, и, соответственно, ты имеешь доступ к всей территории. И в том числе ты можешь посетить дом, где родился и жил Джордж Вашингтон. И здесь потрясающая территория. Слышите, птицы? Их здесь огромное количество. И, в общем, настоящая такая средневековая деревня, я бы, наверное, сказал так. Но стоит того, чтобы посмотреть на это. Так что пойдемте дальше. Маунт Вернон находится примерно где-то в 18-27 милях от самого Вашингтона. Проехать нужно будет по территории города Александрия. Это такой вот, знаете, городок-спутник столицы. Находится уже в штате Вирджиния. И, соответственно, где-то примерно в пути у тебя будет, ну, где-то около 20 минут на автомобиле. Можно взять велосипед на прокат доехать, если вы не боитесь длинных расстояний. Но в остальном-то, конечно, тишь да благодать. В отличие от многих, других музеев, эта усадьба работает на вход и выход. То есть ее можно посещать в период, так сказать, пандемии. В отличие от других музеев, которые не работают в Филадельфии или в Вашингтоне. Удивительно, все постройки открыты, но заходить нельзя, перегорожены вот такими прутами. В общем, это прачка в времена Джорджа Вашингтона. Так выглядело, так стирали, гладили одежду. В общем, и белье всякое разное. Так что, скажите спасибо, что у нас есть стиральная машинка Индезит. Даже представлены вот такие повозки, на которых осуществлялись переезды, в том числе на длительное расстояние. То есть это вот, грубо говоря, такая двухколесная повозка запрягалась каким-то видом животного. И, соответственно, можно было ехать. Большие колеса нужны были из-за того, что в данном регионе было достаточно много дождей. Размывались дороги, поэтому, чтобы не застревали коляски, нужно было такие большие колеса. Дальше идем в Хлев. Здесь тоже проход закрыт с цепями. Но, в принципе, можно посмотреть, что там находится внутри. Ну, в общем, как бы за неимением ничего. Хотя бы так. А вот его повозка непосредственно, здесь аннотация, крытая. То есть уже можно в зимнее время в ней переезжать. И, соответственно, вот так она выглядела. Пойдемте, друзья, дальше. Всякий раз, затаив дыхание, жду, что находится в данной. Ну, в общем, здесь все. Хлев. Слышите? Бекают. Здесь, видимо, держались лошади, скорее всего, я так думаю. Потому что достаточно широкие. Ну, на самом деле, запах действительно навоза. Возможно, это беговища где-то живые сидят. Вот еще раз транспортное средство. На самом деле, прям, прям реально пахнет навозом. Поэтому, думаю, что, скорее всего, эти беговищи живые. Пойдемте, скорее, посмотрим. Ну, в общем, друзья, что и следовало доказать. Меня нос мой не подвел. Действительно пахнет навозом. И, соответственно, вот, милые животные, типа. Козы. Привет. А ну-ка, еще раз. Застеснялась. Не быть тебе артисткой. Девочки, не в ту тональность. Ну-ка. Привет. Привет. Откровенно говоря, друзья, я могу вам сказать, что Джордж Вашингтон был далеко не дурак. Такие потрясающие виды и такое замечательное место для обустройства родового гнезда. Хотя, думаю, что, скорее всего, не он тут принял руку, а его прародители. Поэтому вот вам красота. Такое. На самом деле, если вам посчастливится побывать в этом поместье Я думаю, что вы получите максимум удовольствия По той простой причине, что здесь все сохранилось Как я уже говорил ранее в первозданном виде Вот эти вот все прогулочные дорожки Они не асфальтированы Они вот такие же протоптанные, как и были в те времена, я так думаю И деревья, да, то есть вот, допустим, вот это Я не знаю, как оно называется, но это могучее дерево Но, во-первых, очень большое вот такое И я думаю, что достаточно старое Вот, и очень мне нравится природа здесь Как бы это поместье находится на территории штата Вирджиния И сама природа в этом штате потрясающе красивая То есть это еще не тропический юг, но это уже и не север Вот, поэтому здесь есть и какие-то деревья Свойственные для средней полосы России И какие-то более экзотические Вот, так что будете А, и самое главное, что выращивалось всегда в Вирджинии Наверное, вопрос на засыпку Как вы думаете? Ну, конечно же, табак Так что, друзья, здесь достаточно тепло Вот сегодня 30 сентября Вы как можете посмотреть Я в... ну, не гольный, конечно, но, в общем, футболки Да, в принципе, и все люди, которые мне встречаются Идеты достаточно легко Поэтому о каких-то климатических нормах, наверное, вы сделаете свои представления Так что вот дом Прекрасный дом Усадьба, поместье, родовое гнездо Джорджа, Вашингтона Штат Вирджиния Недалеко от Вашингтона Смотрите, как здорово здесь продуманы мусором Мусороприемники Вот в таком виде Совершенно не выбиваются стилистики И, в общем, в этом что-то есть, ребят На самом деле, поэтому Друзья, для тех, кто не такой буржуй, как я Все-таки путешествует бюджетным вариантом Я приехал на машине просто, ну, типа мажор Есть от Вашингтона такой шаттл Вот, он идет сюда И, соответственно, есть определенное время Работают эти перевозки исключительно с апреля по октябрь Если вы приедете сюда в какое-то другое отлично от этого времени То шаттл не будет А если вы приедете с апреля по октябрь То будет шаттл, который вас скоропостижно Оно довезет до центра Вашингтона Есть здесь и правила, и, соответственно, расписание тоже присутствует Ну вот и подошла моя поездка к логическому завершению Пора возвращаться домой Впереди дорога длиной 4,5 часа Вам, я надеюсь, что понравилось то, что было мной сегодня сделано Проделанная работа некая Пишите в своих комментариях Подписывайтесь на канал И, в общем, я буду рад общению Всегда за ваше мнение Друзья, впереди несколько интересных фильмов На мой взгляд, это про Отергейт, Майами, Киоэст Поэтому подписывайтесь на канал И, в общем, следите за тем, как я передвигаюсь Спасибо вам за то, что были со мной И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok